всем привет сегодня у меня есть подарок себе любимый к новому году сейчас я вам покажу свою красавицу орхидея африканский закат вот дома свет все равно падает как-то не так когда я свет смотрела на нее в магазине она была очень нежная и уходила в такой розовато-оранжевый цвет дома все немножко по-другому наверное все таки зависит от ламп орхидея как и некоторые которые были в магазине кто-то если посмотрит на такую орхидею скажет что она залита мало того что она залита пришла в таком состоянии потому что завоз был только сегодня я думала брать мне или не брать корневая была отличного качества но вот такие вот последствия после уличного прихода в магазин могут нести за собой болячки несмотря на то что на улице 10 градусов мороза все равно можно схватить моментально простуду также как и мы если мы пойдем по такой температуре с мокрыми ногами и с мокрой головой конечно последствия этого будет простудные заболевания также и с нашими растениями я никогда не боялась залитых орхидей вы сами это знаете но предел наверное должен быть во всем что я буду делать сейчас я вам покажу что я хочу с ней сейчас сделать в первую очередь достать эту орхидею из грунта и дать ей просохнуть в домашних теплых условиях а потом уже посмотреть что будет с корнями сейчас мы с вами вместе и достанем орхидея не знаю валялась ли как ли доставалась в принципе ее можно было просто убрать сверху грунт и все но я этого делать не буду я вот так вот и и достану торфяной стакан находится в стороне вот корни такие влажные сейчас я ее пока поставлю в кашпо и пусть она у меня сохнет пройдет несколько часов и мы с вами посмотрим что можно сделать с этой орхидеи дальше не стала я ее сушить до конца просмотрела корни корни находится в хорошем состоянии единственное что мне не понравилось это грязные в паутине листья и грунт который выпал выпал весь туда попал в пазухе я этого очень и очень не люблю поэтому я решила сейчас уберу торфяной стакан сейчас мы с вами посмотрим вода есть есть капельки воды есть но я думаю если бы хорошая теплая погода такой торфяной стакан он никогда не навредит растениям вот эти вот корни которые находились торфяном стакане они короткие я никогда их не оставляю в любом случае их выламываю вот так вот видите вот эту связку я всегда убираю и проверяю этим самым начало точки роста все чистенько все замечательно и хорошо торфяной стакан убрала сейчас я хочу убрать листья которые вот эти вот фласочные маленькие для того чтобы когда сажаешь орхидеи более-менее ее как бы опустить ниже вот такая вот вот видите вот этот лист он тоже не очень-то хороший он уже начал желтеть но желтит правильно его сейчас тоже я уберу ну я думаю все знают как убирать листья их убирать очень легко режем их напополам и разрываем напополам и разводим в разные стороны очень хорошо листья рвутся ну и листья видите они как бы все в паутине следов вредителей я не вижу но все-таки мне хотелось бы этой орхидеи сделать душ как я делаю всегда после покупки несмотря на то что орхидея была залита я все время говорю если орхидея изначально хорошего качества и здорово никакой души и не испугает если я ее сейчас просто слегка быстренько промою все ей пазухи и положу сушить будет как раз самое самое я думаю то ну и я заодно успокоюсь что орхидея чистая внутри сами цветы я мыть не буду вот только-только листья вот такая вот чистенькая стала у меня орхидея сам душ показывать не стала потому что очень быстро промыла все листья все пазухи с мылом ну и смыла сейчас я ее положу вертикально чтобы из пазух вся вода вышла вот в таком положении я ее продержу сейчас в течение часа у меня тут рядом агв видите тепло я думаю орхидея если она здоровая с ней все нормально она даже не заметит этот душ так что не надо бояться даже после того как ваша орхидея была залита в магазине и если вас что-то тревожит можно обязательно смыть ей листья но это я говорю про себя вас я никого к этому не призываю но орхидеи почти просохла корни только слегка слегка такие видно что они напитые влагой что им замечательные хорошо листики такие приятные чистенькие даже любо дорого посмотреть когда растения чистые вот глядя на эти корни я хочу посмотреть и кое-что обрезать например вот смотрите вот такой вот крышок он черный гнилой такой корень я буду обрезать выше того места где есть чернота если бы он был сухой я бы обрезаны по сухому чтобы не делать новую рану а так как корень черный можно его убрать есть еще несколько таких черных корней вот например такой сдувшийся корень от которого при прикосновении может идти вода такой корень мы тоже обрезаем до здоровой ткани вот так смотрим и видим что у нас веламен хорошего качества зеленый нет черноты значит корень внутри уже не будет дальше проявлять гниль ну и еще наверное где-то я видела корешок вроде в принципе все всего два корешка которые я обрезала буду ли я обрабатывать эти корешки чем-нибудь конечно можно бы и обработать можно зеленкой обработать можно сухим фитоспорином так как орхидеи все-таки покупалась зимний период и неизвестно неизвестно что с ней еще произойдет течение этого месяца я все таки обработаю эти корешки зеленочкой вот этот корешок вот я его просто прижгу чуть-чуть и второй корешок вот он я его также прижгу в принципе можно было этого и не делать дать орхидеи просохнуть не поливать ее в течение там двух дней например трех дней сейчас не очень жарко орхидея напиталась вполне достаточной ей я думаю даже слишком потому что она была полита ну и к тому же я еще ее немного полила душу но я все-таки сделала так как сделала а вы можете этого не делать вы можете просто оставить корешки до просыхания естественным путем сейчас она у меня еще полежит немножко еще также с часов может быть я дам ей полежать пусть она отдыхает после поездки и душа ну а потом грунт я обработала кипятком потому что там кто-то бегал внутри и мне не хотелось вот эту всю бяку снова засыпать в этот горшок поэтому я его обработал кипятком не боясь о том что погибнет нормальная микрофлора этого грунта я думаю то что осталось на орхидеи на корнях орхидеи даст справиться с этим но если мне что-то не понравится я могу пересадить или добавить другой грунт все по обстоятельствам приготовила горшочек так как тот горшочек стал маленький корневая система видите какая борозда поэтому при том что ее раскрепали она уже тяжело входит да и зачем мучить орхидею если уже все-таки она практически пересадена сейчас мы ее выставим вот так вот и засыпаем тем же грунтом в котором она росла грунт мелкий поэтому по бокам дырочки для того чтобы быстрее все поветривалась и адаптировалась ну вот и закончилась моя пересадка орхидеи не запланированная но все-таки я думала ее просушить а глядя на то что пазухи были грязные решила все сделать по-другому как я всегда и говорю все по обстоятельствам думаешь так получается совсем по-другому верху корой я добавила своей которую меня было вниз ушла вся мелкая кора но ничего страшного пусть будет так как есть орхидеи росла в этом грунте все ей нравилось здесь есть дырочки в горшке поэтому ничего страшного если грунт мелковатый вот как то так оставила здесь специально все для проветривания буду наблюдать за шеи за листьями мало ли что ну а с вами я буду прощаться говорю вам всем до новых встреч на моем канале всем пока пока